Степан Геннадьевич 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 О борьбе с теневой занятостью. По всей стране идет борьба с теневой экономикой. И всех интересует, каждая власть собирается бороться с ней. В частности, в Вологодской области почти каждый четвертый вологжанин работает без оформления. В итоге в бюджетную систему страны Вологодской области ежегодно не поступает около 6 миллиардов рублей. Так вот, интересно, недавно в Вологде состоялось совместное заседание правительства Вологодской области и правления Регионального союза промышленников и предпринимателей. Итогом совещания стало подписание серии трехсторонних соглашений о противодействии теневой занятости серым зарплатам. И вот, интересно, что там внутри этого соглашения. По словам нашего губернатора, в 2014 году Вологодская область первой в России комплексно подошла к вопросу противодействия теневой экономике. В 2015 году на поддержку малого бизнеса в Вологодской области предусмотрена рекордная сумма – 1 миллиард рублей. Теперь со слов губернатора. При этом бизнес, использующий теневые схемы, должен быть готов к тому, что меру государственной поддержки на него не распространяется. И здесь очень важна роль профсоюзов, которые знают все предприятия, работающие в тени и развивающие недобросовестную конкуренцию. А на каком количестве предприятий есть профсоюзы? Ну, по крайней мере, они надеются на всех предприятиях, где есть профсоюзы, они сольют всю информацию. Так получается. А, ну да. Да нет, ну, понимаете, когда экономические проблемы начинают решаться политическими методами, все всегда, результаты всегда прямо противоположны тому, что, какого хотели достичь. Ну, это аксиома просто, потому что экономика первична, а не политика. У нас в стране все поставлено с ног на ду, у нас политика первична, экономика. Поэтому, ну, вся эта борьба, она, помните, в советской эминдоте, когда только Андропов пришел к власти, что советские селекционеры вывели новый сорт яблок. Да, Андропов-то. Вяжет не только язык, но и руки. Ну, так и здесь. Ну, чем все закончилось? Да нет, ну, это все, понимаете, дополнительные, скажем так, рычаги у чиновников и ксивоносителей, отжимать бабки у бизнеса, вот и все. Ну, а как вот идея о том, что стимулировать, если ты выходишь из тени, тебе деньги на развитие дают? Нет, ну, это замечательная идея, по большому счету просто. Это замечательная идея. То же самое, что люди, которые, скажем, не являются индивидуальными предпринимателями, пойдут регистрироваться, да, если они будут знать, что будут соблюдаться их права, на них никто не будет наезжать, и плюс они еще получат какую-то помощь на развитие бизнеса. Ну, давайте вспомним, что происходило в 13-14 годах, в годах с индивидуальными предпринимателями, когда ради каких-то якобы жалких 20 миллиардов рублей в бюджет индивидуальных предпринимателей практически поставили на грани выживания, там люди переставали быть индивидуальными предпринимателями, закрывались в каких-то жутких вообще масштабах. Ну, еще раз, понимаете, когда идиоты у власти все получают через одно место, ты просто смотришь и смеешься над этим, что больше не остается делать. Вот, еще раз, политическими методами решаются экономические проблемы, ну, что за бред? Да, хочется как лучше, получается, как всегда, я бы так сказала. Как всегда, да, великий на мой взгляд. Ну, что ж, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем задавать ваши вопросы. Анатолий Иванов спрашивает, Степан, как вы преодолели языковой барьер во время учебы на Западе, как долго это заняло времени и кто вам помогал? А вы знаете, на самом деле преодоление очень простое, когда вы один попадаете в соответствующую языковую среду, у вас не остается выбора. Вы либо начинаете общаться и говорить, либо вы настаёте за бортом. Тут выбора просто не было. Самое тяжелое, я помню, было преодолеть чувство стеснения и стыда, когда вот ты что-то произносишь, ты видишь, как это говорят другие, ты это произносишь, что получается коряво, дико. Ну, вот это вот, как только это преодолевается, непонятно вообще, откуда взявшиеся чувства, сразу начинаешь общаться и говорить. И у меня где-то заняло, ну, месяцев, наверное, пять. Но это при том, что в физтехе нас прекрасно учили и письменному английскому, это был хороший словарный запас, нас только не учили разговарным английским поступком. Не предполагалось, что мы когда-либо выйдем за границу. Да, это так. Да, в физтехе наша шутка была, что такое, в физтехе это инья с техническим уклоном. Да, 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 как известно. За английский выгнали больше людей, чем за математику, физику и все остальное. Ну, что ж, мы... Как известно, женщины в физтехе представляют, как иньязы, а каждый проходящий мимо, ты невольно думаешь, а, веточек. Ну, что ж, мы продолжаем, продолжаем задавать вопросы. Ольга Сергеева из Вологды интересуется. Степан Геннадьевич, спасибо вам большое за ваши прогнозы. Я продала нефть, и она, к моей радости, пошла вниз, как вы и говорили. На каком уровне ее можно будет купить? Ну, это уже вопрос, знаете, человек должен сам принимать решения на рынке и сам отвечать за них. Поэтому, ну, продали, а теперь откупайте, где посчитайте нужно. Даша Перель спрашивает. Степан Геннадьевич, всегда вас слушаю и ценю ваше мнение. Вопрос о банках. Недавно открыла валютный депозит в Альфа-банке в Украине. Как считаете, когда его лучше забрать? Ну, вот похожий, может быть, да, вопрос. Вчера. Вчера его лучше забрать. Вчера забрать. Очень интересный ответ. Ну, что ж, мы продолжаем задавать вопросы. Виталий Мих, Ликина Дулева спрашивает. В перспективе на год-полтора, куда стоит и стоит ли вкладывать деньги в реальный сектор? Кирпичи может купить, лежат, есть, не просят? Не, ну, это, на самом деле, когда вы покупаете кирпичи, вы покупаете нечто, что невозможно напечатать, да, поскольку заводы закрываются и экономика начинает сжиматься. С одной стороны, у вас поражают кирпичи, и пусть закросятся, а с другой потребности, если сейчас пусть закросятся. Такая же, знаете, игра, понятно, какие ворота. Ну, хороший пример с цементом, да, сколько там на пике стоил цемент, по-моему, если не ошибаюсь, мешок под 500 рублей уходил. А сейчас он стоит где-то, я вот брал цемент, по-моему, 150-160 рублей. Поэтому, ну, оставайтесь ликвидами, понимаете, если у вас есть деньги, и вы их сумели сохранить, то у вас есть то, что нет большинства денег. У вас есть некий такой очень эксклюзивный товар, который, если вы держите в правильной валюте, в данной ситуации цене терять не будет. А куда вы будете вкладывать? Смотрите, почему у нас из страны бежит кирпичал? Потому что у нас бизнес нерентабельный. Если раньше он был рентабельный, у нас высокое отношение прибыли к риску, да, и сюда был большой приток капитала в России, то последние три года сначала это отношение снижалось, потому что риски вырастали, а прибыль снижалась. И это отношение стало отрицательнее. Посмотрите, данные того же Росстата по прибыли в реальном секторе экономики за отчетом нефти, газа и тому подобное. Там вместо прибыли дикие убытки. Поэтому куда вкладывать? Понимаете, наверняка всегда есть некие ниши в экономике, которые будут развиваться в том или ином виде. Ну, вот сейчас, например, фишка с импортозамещением. Ну, я не знаю, там заказывают какие-то программные обеспечения, импортозамещение, еще что-то, еще что-то. Ну, это же обычно идет своим ребятам, своим пацанам, там, с большими откатами и тому подобное. Если вы не в теме, то, как говорится, вы не в теме. Поэтому, ну, надо к этому относиться очень-очень осторожно. То есть, где можно сейчас заработать, становится еще меньше и меньше. Ну, вот про импортозамещение, ты затронул тему, интересно. Наши вологодские журналисты провели исследование цен на овощи в регионе. И вот результаты. Яблоки импортные за год выросли на 43%, отечественные примерно так же. Лимоны плюс 50%, апельсины плюс 35%, 5%, отечественные овощи, свекла плюс 59%, лук плюс 60%, морковь плюс 133%. Почему получается, что отечественные овощи растут в цене быстрее импортных продуктов? Ну, потому что, смотрите, вы смотрите просто на производственную цепочку, да, например, овощи. Там из отечественного только СМ и труд. Техника в основном, импортное удобрение, все импортные запчасти, импортные, а они выросли в цене, дай Боже. Вот мы просто объяснили, что речь действительно в количестве себестоимости плюс резко выросли в цене кредиты. А сельское хозяйство работает по сезонному циклу. Поэтому такой вот сутки рост себестоимости в производстве уже разный. И так называемые импортные смещения, очень много раз говорилось, что когда мы политической и экономической системе, импортные смещения, не подносим. Ну что ж, я задаю еще один вопрос. Светлана Сорокина из Великого Устюга спрашивает. Послушала вашу передачу и решила вложить свои сбережения в золото. Возник вопрос. Какие преимущества золотого лома перед слитками? Ну, понимаете, у вас... Ну, смотрите. Золотой лом, это, скажем так, сохранение, на мой взгляд, покупательной способности ваших сбережений для повседневной жизни. А уж, если уж пойдет, совсем будет крайний случай, то на рынке будут брать золотой лом. Да, как вы сейчас его покупаете. Посмотрите там недавнюю историю в Аргентине в начале 2000-х годов. Что у них было с золотым ломом, что у них было с золотыми монетами. Золотые монеты практически брали только в одном или двух банках. Везде монеты шли по цене золотого лома. Посмотрите, что такое золотой лом был во времена блокады того же Ленинграда. Вот для таких времен, да. А чтобы сохранить покупательную способность капитала и вообще свой капитал, нужно брать золотые сливки. Четыре девятки, они принимаются везде. И даже если будет объемная конфискация золота, как она была в 1933 году в США, очень быстро возникает черный рынок. И где там с диском там 50% вы сможете сдать золотые сливки спокойно по цене. Вот если вы собираетесь сохранить себе на повседневную жизнь какие-то небольшие сбережения, то золотой лом, во всякий случай. А если это капитал, который вы хотите сохранить, то у слитки, нервные слитки. Ну вот, кстати, жителям нашей области в этом плане повезло. В районах, в районных центрах открывается сеть ломбардов «Золотой телец», где можно будет купить золотой лом, бывшие изделия по цене ниже, чем в магазинах. В Вологде первый ломбард, это компания, открыт по адресу Благорещенская, 42. Ну, тем более компания есть, которая этим занимается, так что... Ну, уже раз заговорили про золото, я задам еще один вопрос от Игоря Матвеева. В пятницу золото сильно упало еще в силе сценария с походом на 1240 перед падением на 1050. Ну, мы сегодня утром уже сделали 1080, по-моему. Так, наверное, уже не в силе. Уже, наверное, не в силе. То есть, низы уже поставили, получается. Не, низы еще будет один, как минимум. Ну, что ж, еще задам один вопрос, потом, наверное, прервемся на рекламу. Григорий Бру из Магадана спрашивает, как вы оцениваете перспективы швейцарского франка как потенциальные валюты убежища после доллара? Ну, если посмотреть исторически, да, то с 2013 года, когда был образован Акурет, доллар потерял что-то 95 или 96% своей покупательной способности, золото приобрело где-то процентов 15-20 за 100 лет, швейцарский франк потерял 50%, что-то такое, в районе 50%. То есть, из всех бумажных валют, это самая такая была устойчивая и мощная валюта. Но швейцарский франк у всех ассоциировался с золотом. Действительно, он был подкреплен золотым запасом швейцарских банков. Сейчас весь золотой запас уже давно в Гонконге, в Китае, поэтому хранилища швейцарских банков пустые. Там нет золота. Достаточно посмотреть на динамику трансграничных, трансграничную динамику золота за последние три года. И в лондонских хранилищах нет золота, и в швейцарских. Поэтому такова будет динамика швейцарского золота, чтобы с франка один бог знает. Потом было такое мнение, что швейцарские банки – они самые надежные, самые, скажем так, скрытные из всех. Ну, такое мнение до сих пор существует, но, во-первых, в Швейцарии есть 20 замечательных банков, банкрот огромных – это UBS и Credit Suisse, которые в таком же состоянии, как и Deutsche Bank. То есть это просто трупы, их невозможно спасти из-за размера проблем. Они положатся в швейцарскую банковскую систему. А во-вторых, там нет золота. И швейцарцы уже давно отказались от банковской тайны. И та дороговизма, скажем так, обслуживания швейцарских банков, все эти панты, они уже не... Она не окупает тот факт, что нет банковской тайны. Так что я отношусь к фрейцарскому франкуку, сейчас стану считываться как всего лишь другой бумажке, который срок жизни истек практически. Мы продолжаем задавать вопросы от наших радиослушателей. Ну и я, конечно же, передаю право задать вопрос Константин вам. Ну вот, прошла информация на прошлой неделе, что Китай выступил за расследование по Боингу на основании резолюции ЦФБЗООН. И получается, что весь мир сейчас готов принять эту резолюцию, однажды все сопротивляются. И вот много вопросов возникает. Почему там происходит? Там немножко по-другому. Там Китай выступил за расследование, согласно уже принятой резолюции. И многие аналитики, и политологи, и артисты разговорного жанра, то есть политологи, они сказали, что Китай ему поддержал Россию. Ни фига он, конечно, никого не поддержал. Во-первых, потому что в той резолюции еще на Попелом написано, что должно быть объективное и справедливое расследование, бла-бла-бла, как раз пришел трибунал этому расследованию. И вот этим параметрам расследования будет удовлетворять. И второй вопрос, это то, что, а кого вообще волнует мнение Китая? Все говорят, Китай, 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 но Китай в начале всей этой украинской аферы делал какие-то поползновения, подыгрывал товарища Путину и подмигивал из этой силы Сибири, еще с чем-то, еще с чем-то. Но оказалось, что ему погрозили пальчиком и сказали, нельзя, а то будет осися, и Китай быстренько вернулся на круги своя и, в общем, занял совершенно четкую прозападную точку зрения и позицию. Поэтому, еще раз, мнение Китая в данной ситуации никого не волнует, потому что Китай тоже не дураки. Они смотрят на торговый баланс с Евросоюзом и США и смотрят на торговый баланс с Россией и понимают, что, ну, какие-то жалкие там десятки ернов, которые еще сократились на 30%, они не смогут перевесить те возможные последствия, которые будут для Китая, если он начнет, скажем так, вякать против позиции Запада. Это первое. Второе, ну, есть резолюция, да, есть, это все должно пройти, будет новая резолюция, она должна быть проведена через Совет Безопасности ООН, где Россия имеет право вето, конечно, она эту резолюцию будет витировать, что очень странно, поскольку вроде же Россия тоже выступает за объективное расследование, хохлы же сбили, чем им трибунал-то мешает? Пожалуйста, объективное расследование международное с открытием всех фактов. Ну, почему-то кинается. Вот, конечно, нам это не будет принято, но есть другая еще возможность в ООН, это когда Денассамблея ООН может учредить этот трибунал, поэтому тут, на самом деле, этот трибунал будет, по-любому, по-любому, на мой взгляд, созван, организован, и, соответственно, все эти люди, которые были ответственны, в том числе и за отдачу приказа, его дислокации, комплекс Бук-М-1, с этими ракетами, которые стоят на вооружении российской армии и поставлялись в другие страны, за исключением Украины. Украины просто нет таких ракет, на этих комплексах, в принципе. Значит, тут наказаны. Все зависит от того, какую позицию займет Кремль. Если Кремль будет дальше развязывать войну и на Украине, и на Донбассе, и будет дальше нагметать там ситуацию, и еще не придя, сподить, устроить какое-то очередное провальное наступление, то, я думаю, и высшие члены, скажем так, кремлевской руководствам, когда мы с вами это судим, тем более прецеденты уже есть. Бывший президент Йемена был арестован в ЮАД, потому что был создан трибунал, тоже в ГААГе, и он теперь будет выдан ГААЧ, прецедент есть. Поэтому все очень-очень серьезно в данной ситуации. Но в Кремле это понимать не хотят. Мы продолжаем задавать вопросы наших слушателей. Тёма Шаклин спрашивает. Не могу ошибиться в произношении фамилии, поэтому прошу прощения заранее. Из Челябинска Тёма пишет нам. Когда будут ликвидированы наличные деньги? Хотя бы грубый подсчет. Ну, что у нас ликвидируем наличные деньги? Если, скажем так, во многих, ну, во большинстве уже стран и Евросоюза, и США расплата наличника – это очень большая редкость. Хотя, в общем, никто вам не будет препятствовать заплатить наличные деньги. Просто электронная коммерция и вся банковская система уже заточена под электронные деньги. И наличка отходит на второй план сама по себе. Люди, которые понимают, что происходит, на мой взгляд, держат большие запасы наличности, потому что сегодня у вас есть запись электронная, а завтра может не быть, потому что уже банка нет и тому подобное. Вот. А, в принципе, они сами отмирают, по большому счету, сейчас. Поэтому какие-то выводы о том, что когда их ликвидируют, ну, просто система переходит на, скажем так, электронные рельсы, и налички их отменяют, там кто-то говорит, что это новое мировое правительство, ну, да, вполне возможно, когда можно полностью контролировать всех индивидуумов, в том числе их расходы и доходы. Александр Бондаренко из Киева интересуется. Степан Геннадьевич, скажите, сейчас покупать недвижимость в Киеве или чуть подождать? Не, я думаю, чуть подождать. Проблемы в украинской экономике, они еще не преодолены. Я думаю, что еще в течение ближайшего года будет падение экономики и будут еще проблемы из гривны и совсем, поэтому я бы подождал. Хорошо, мы продолжаем задавать вопросы. Евгений Баженов из Луганска интересуется. Следующие президентские выборы в России в 2018 году, в Украине в 2019. Как вы думаете, досидят ли оба президента на своих постах до этих выборов? Вайцман точно не досидит, а Путин, может, и досидит. Вот такие прогнозы. Ну что ж, Константин, может быть, у вас тоже есть какие-то вопросы? Ну вот мы сейчас прослеживаем внимательно судьбу с Крымом. Вроде пока там все спокойно, но были случаи, когда Украина закрывала проезд для грузовиков, однако вскоре опять открывала. Не так давно сообщили, что с 1 июля поставки электроэнергии в Крым прекращаются, ну, потом выяснилось, что только цены поднимают. Все это попытки промониторить реакцию на блокаду или простые недоразумения? Нет, я думаю, это совершенно четкая политика экономической блокады, как Донбасса, как Крыма. Просто, ну, при всем светском облике Запада они прекрасно понимают, что если вы блокируете Крым от электроэнергии, то есть, соответствующийся с электроэнергией, и прекратите любые грузоперевозки с материка, то есть с Украины, то там в течение месяца-двух просто будет гуманитарный коллапс, гуманитарный катастроф. Потому что, если вы посмотрите на историю, отношение Запада даже к таким, ну, скажем, невменяемым режимам, как Северная Корея, Ирак, Иран, то Запад никогда себе не позволял перекрывать каналы поставки продовольствия и продукции фармакологические, то есть лекарства. Только вот россиянское правительство решило наложить продовольственные санкции сами на себя. Причем на Западе, я точно знаю, они просто офигели от этого. Они просто офигели. То есть они ожидали всего, но только не вот этого идиотизма. Ну, поэтому я думаю, что это пробные шары, потому что опять же, все зависит от поведения Кремля. Если будет такое же поведение, как и сейчас, то Крым перекроют, изолируют, чтобы создать там хаос и такой социальный взрыв и в Кремле ничего не останется, как возможно прорубать капутный коридор в Крым. Это закончится в течение двух недель полным поражением великой и могучей россиянской армии. Поэтому здесь ситуация такая, у Запада все козыри в руках, они просто смотрят, что вот эти вот загванные в угол крысы будут делать. Не более того. Джек Дэниелс, Донецк, интересуется. Здравствуйте, Степан Геннадьевич. Не могли бы Вы поподробнее рассказать о возможном сценарии возвращения оккупированных территорий Донбасса и Крыма в состав Украины? И были ли подобные случаи вообще в мировой практике? Ну, а что особенно вот интересного в Донбассе, в Крыму? Временно оккупированных территорий. Они будут возвращены по одной простой причине, что оккупант будет поставлен в условие, когда он капитулирует, и плюс будут наложены дикие репарации. Я думаю, что репарации будут проявлены 400-500 миллиардов долларов и за Крым, и за Донбасс. что есть Минские соглашения, вот международная общественность, прогрессивная надо давать, прогрессивная международная общественность. Она вот тут намедния заявила, что Киев выполнил все условия Минск-2. Соответственно, если Киев выполнил, значит, Россия сейчас не хочет просто размазать по стенке, должна выполнять свою часть условий договоренности, а это передача одной из условий, это выборы в соответствии с украинским законодательством и передача контроля над границей украинской стране. Ну, а дальше будут выборы, дальше зачистка банформирования и тому подобное. Ну, что ж, продолжаем. И восстановление Донбасса. Продолжаем задавать вопросы, сейчас уйдем немножечко от Украины, возвращаемся в Россию. Могут ли Россию признать неплатежеспособным из-за отказа платить по решению суда по ЮКОСу и возможен ли вариант, при котором Россию объявляют банкротом, интересуется Александр Сердюк, кстати, тоже из Донецка. Не, ну, здесь вопрос платилоспособности не стоит, вообще, в принципе, поскольку будут просто арестовываться активы, банки, счета, активы, и та часть ЗВР, желтых валютных резервов, которая принадлежит правительству, она тоже может быть арестована, потому что долг Российской Федерации внешний, он очень маленький, на самом деле, там, если не ошибаюсь, 30, может быть, 40 миллиардов долларов, что-то такое смешное. Вся проблема-то как раз в корпоративном долге, внешнем корпоративном долге, который у нас считается тоже государственным долгом, как мы видим. Поэтому вопрос о неплатилоспособности здесь не стоит. Активов за рубежом Российской Федерации значительно больше, чем те 52 миллиарда, плюс даже пений, проценты, которые как-то каждый день, там каждый день по уровню 90 миллионов идут. Поэтому здесь просто будут арестованы активы, и если Россия их не выкупит, как это было в случае с компанией НОГО, то они будут пущены с молодка. Понятно, в общем-то. Константин, у вас есть еще вопросы? Или дальше я продолжу? Тема для обсуждения еще есть. На прошлой неделе опять пришла информация о том, что доля просроченных розничных кредитов в России в мае поднялась до рекордных 10%. Но это по официальной информации. Реально, наверное, там значительно выше цифры. Получается, коллапс банковской системы уже практически реализуются. Ну, смотрите, в конце тем, если выходит АСВ, которое, в общем, получает свое распоряжение банковщик и банки, да, и знает, в общем, всю подноготную и реальное положение вещей этого банка, в этих банках говорит, что, ребята, в банках реальная стоимость рыночных активов на балансе составляет 17% от номинала. Ну, все, это конец банковской системы. А банки ложатся не тогда, когда они становятся банкротами формально, когда разница между активами и пассивами не покрывается собственным капиталом, а когда у них наступает кассовый разрыв. А кассовый разрыв как раз наступает тогда, когда начинаются массовые неплатежи по активам. И вот мы это и наблюдаем. Банки ложатся один из других. Банк системы России на принципе банкрот, она не смогла оправить кризису восьмину через одну дорогу. Ну что ж, продолжаем задавать вопросы наших слушателей. Вадим Краснухин интересуется. Вот я сейчас попробую воспроизвести его вопрос. Я все-таки хотела бы обратиться к нашим слушателям. Немножечко корректируйте как-то вопрос, потому что здесь столько ну, что мой могучий русский язык едва не вышел из строя, когда я читала этот вопрос. Вы говорили, что в Украине сменили одну плохую власть на другую и последнюю также снимут. И к власти придут скорее всего националисты. В передаче с Бощенко вы сказали, что уезжаете из России, потому что там нет перспектив, но в то же время утверждаете, что Путина снимут, но придут такие же, как и у... Исходя из вашей логики, как и в Украине, их тоже снимут и придут националисты. Так зачем же уезжать, если в итоге в России к власти придут нужные люди? Вот такой вопрос. А, очень просто. Не хочу терять еще 10 лет больше. Потому что на Украине этот процесс запущен, он идет очень быстро. Там сейчас практически уже вводится внешнее управление. И вот, по-моему, в пятницу, что ли, выступал вице-президент США Байден, где он практически озвучил планы, задачи этого внешнего управления. В общем, он озвучил то, что я говорил полтора года назад, когда все крутили пальцем на виска. Поэтому хохлы в этом смысле, они, как и говорилось, нам до них как гулны пешком. И терять еще 10 лет жизни, непонятно, когда будет патитизм и разбой на улице, почему непонятно, что и как выведет, куда кривая. Нет, спасибо, не нас. Нет желания. Ну что ж, читаю я дальше вопросы. Что должно произойти, чтобы цены на нефть повысились хотя бы до 100? Наша экономика, как и российская, это нефтяная игла. Если нефть подорожает, есть шанс, что мы, малый бизнес, хотя бы не загнемся. вот такой вопрос. Доходы падают с 2012 года, спрос тоже. Это неизвестный пользователь нам задает такие вопросы. Человек подтверждает то, что мы здесь говорили по большому счету. Не надо строить иллюзии, понимаете, высокие цены на нефть, они не приведут к былому благосостоянию, потому что надо понимать, на чем держалось все это мнимое благосостояние развития экономики. Оно держалось, грубо говоря, на тверх китах. Первое, как правильно сказал, написавшее это цена на нефть, то есть перераспределение нефти долларов, 80% которых уходили обратно за границу в виде импорта и покупок в все эти фонды ЗВР и тому подобное. Она держалась на как бы так попроще объяснить, на фондировании, вот такой умный термин, что это такое, это не банковское фондирование, а это вот что. Это когда любое оборудование или инфраструктура она имеет такое неприятное свойство из наших седан. То есть у нее есть амортизация, период амортизации, скорость амортизации и тому подобное. Так вот, если вы используете инфраструктуру, но то, что самортизировано, не восстанавливаете, то есть не инвестируете хотя бы поддержание этой инфраструктуры на существующем уровне, вы используете то, что было сделано до вас, и вот эту вот разницу, которую вы недоинвестируете, вы потребляете. приводит к тому, что рано или поздно инфраструктура начинает разваливать то, что мы с наблюдаем. Самолеты падают и там арушатся, и канализация летят, все наше. Так вот, в России, в современной России уровень инвестиций в капекс, то есть в основные воспроизводства основных фондов, в основные фонды составляет 19% ВВП. Это целого рода рекорд. Ну, похоже уровень в Африке, в разных странах это 45-50%. Мы жили за счет этого, вот такого вот проедания, уже созданного еще в СОПКЕ. Если вы даже возьмете, скажем, уровень амортизации там в 3-4% годовых, вы обнаружите, что за 25 лет, поскольку какие-то существа инвестиции не делалось, практически все уже сомортизировано и нужно. И третий, тоже немаловажный фактор, что последние годы, ну, как последние, скажем, до 2013 года включительно, экономика и потребление росли за счет резкого роста кредитования и населения, и потребителей, и бизнесов. Помните, банки там отчитывали, что у нас рекордный рост кредитного поттеря, бла-бла-бла. Все, теперь все закредитованы, перекредитованы, заходы падают, все уходят в дипломы. То есть, цена на нефть, она приведет только в потальность, скажем так, в обновлению первого источника светлой и хорошей жизни в нашей стране. Остальные два уже потеряны безвозвратно. А что может привести к ценам на нефть? Ну, посмотрите, на строение инвесторов сейчас, нефть сейчас практически, ну, такой ненавидимый актив, вместе с золотом, самый ненавидимый актив, значит, скоро должен быть какой-то локальный разворот. Но этот разворот, я не думаю, что придет к 100 долларам за баррель, а к 100 долларам за баррель может привести элементарно нефтяной эмбарго на Лужбе на Россию. Вот и все, и тогда, извините, у нас и нет, будет 100, и рубль будет 200. Легко. Ну что ж, возвращаемся... Здесь не надо иллюзий иметь никаких. Возвращаемся к теме золота. Вы говорили, что в период развала мировой экономики монеты пойдут по цене лома. Почему? Ну не развалы... Слушайте, вот люди хотят слышать то, что они хотят слышать. Вот меня поражает. И не слушают то, что говорили. Я тоже не придумываю, честное слово, читаю. Еще раз, нет, я понимаю. Еще раз, посмотрите на то, что происходило в Аргентине в 2000-х годах, когда там был кризис. Посмотрите, что происходило в Индии. Поэтому я ничего не придумываю. Просто вот почитайте хотя бы историю, даже новейшую историю, что происходило во время кризиса. Кризис может быть в одних взглядах и стране кризис, может быть, мировой экономики значения не имеет. Все. Ну что ж, мы продолжаем. У нас не так много времени осталось, но уж насколько успеем вопросов ответить, настолько успеем. Какая идеальная экономическая система в мире, на ваш взгляд? Ну, сейчас не бывает, да, бывает с теми с издержками, но на данный момент, в соответствии по уровню табарной стоимости, которая производится на, скажем так, работающей рыло, это США. Причем они умудряются держать это ведерство в течение долгого времени. Да, там сейчас практически институты государственные, демократические институты дегратируют с жуткой скоростью. Спасибо тем же людям, которые убили Россию в 17-м году. Но, тем не менее, на данный момент это лидеры и в технологическом смысле, и в общем свободе ведения бизнеса. И в устойчивости политической системы, что является одним из, пожалуй, самых, ну, основных факторов, что ли, в экономическом успешности. Мы продолжаем. Алекс Петров из Екатеринбурга интересуется, кто, по вашему мнению, придет на смену лидеру, лидеру в кавычках. А, чего когда-то посмотрите на Украину. там, Порошенко, кто угодно, пусть даже это Зихоимный Банер придет, пусть, я не знаю, там, Ходорковский, какая разница. Это придут те же люди, которые полностью повязаны системой и полностью служат интересам системы и созданы этой системой. Поэтому будет все то же самое, пока индусы не отрабатывают, не отработают эффективное внешнее управление борьбу с коррупцией в Украине и потом просто перенесут на нашу землю. Потому что, еще раз, такие системы, они изнутри не реформируются без каких-либо существенных потрясений, то есть уничтожения всего правящего класса или всего правящего слоя, они не реформируются. Посмотрите, наша система практически такая же, как была в 17-м году монархия, бесноватым монархом, которого потом сделали цветы, да, канонизировали. Ну, здесь такая система, решения принимаются одним человеком и каким-то кругом подвиженных и кауков вокруг него. Вот и все. Система неконкурентоспособна, она не в состоянии уже управлять страной. и без внешнего влияния, без внешнего влияния и внешнего управления мирным путем, мирным путем такие трансформации информации не заканчиваются. Ну, что ж, еще один вопрос. Вот нам пишет радиослушатель. Заметил, что на вашем радио часто появляется Степан Зимуров. В связи с этим хочу задать ему вопрос на следующую передачу, если это возможно, конечно. Да, конечно, возможно. Звучит так вопрос. Степан, что вы думаете о политической партии 5.10 на Украине? Ее программа состоит в отмене всех налогов, таможенных пошлин, кроме 5% с покупки и 10% социального сбора для привлечения иностранного капитала. Могут ли подобные изменения в налоговой системе продолжительно повлиять на экономику Украины в долгосрочной перспективе? С уважением, Давид. Ну, если убрать 10% социалки, то очень правильное и прогрессивное решение. Еще раз, государство, эффективное государство, оно не должно заниматься социальным обеспечением граждан. В принципе. Потому что люди должны понять, ну, просто вещь, что они должны нести ответственность за свое будущее и за свои решения и действия. Если убрать 10% социалки, прекрасная программа. Аликс Петров из Екатеринбурга спрашивает, а нет, Владислав Орехов, простите, это я уже не туда задавала этот вопрос. Владислав Орехов из Самары спрашивает, уважаемый Степан Геннадьевич, еще раз про брокеров, с кем работать, кому верить, если можно с названием... Никому. Никому. Вот так вот, простые названия, оказывается. Нет, нет, сейчас существует просто, понимаете, очень сильный риск брокера, да, в чем-то риск, что может быть, вы будете суперуспешным или являетесь суперуспешным трейдером и на терминале выищаете много нулей, да, на вашем счету. Но эти нули, они в терминале, они не в вашем кармане. И вот, трансформация этих нулей из терминала в ваш карман, в ваш банковский счет, она может быть достаточно болезнен или просто невозможен. Посмотрите, сколько крупных брокеров легло и как их банкротили. Никакой сегрегации счетов там вообще и разговоров не шло. Поэтому ваш брокер просто может лечь и вы останетесь все. Любой брокер, у которого есть, скажем, крупный собственный портфель, который торгует в собственный счет, любой брокер, который подлежит крупному инвестиционному банку, это кандидация на очень быструю смерть в таких условиях. Поэтому думайте, решайте сами. Спасибо вам огромное, Степан Геннадьевич, за ответы на вопросы наших слушателей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...